Друзья, сегодня открою секрет сквозного отравления металла. Вы только представьте, какие открываются возможности для творчества. Тем более, что узоры можно делать любой сложности, на любой плоскости. Кроме того, узнаем кому достанется мультиметр. Напоминаю, в предыдущем видео мы разыграли мультиметр JD128. Тот, кто подписался на канал и нажал на колокольчик, своевременно получил уведомление о новом видео и успел поучаствовать в этом розыгрыше. Остальным не повезло. Исправляйте ситуацию с уведомлениями, потому что скоро разыграем классный детектор металла, либо клещик. Такой узор можно вырезать на лазерном станке с ЧПУ. Дорогое удовольствие. И зачем, когда есть простой и доступный способ. Не так давно я впервые декорировал этим методом винтажные фонарики. Не все шло гладко, но со временем этот способ довел до совершенства. Для сквозного отравления нам понадобится обычная соль, трафарет с узором и источник постоянного тока. У меня для этих целей есть самодельный лабораторный блок Слоник. Ссылку на ролик с переделкой оставлю под видео. В крайнем случае можно использовать зарядное устройство для аккумуляторов. В этот раз для травления использовал баллон от автокосметики, монтажной пены и из-под гелия для бритья. Краску опалил и зачистил. Важный момент. Металл должен быть чистым и гладким, без царапин. Узор будем делать с помощью трафарета на самоклеящейся виниловой пленке. Макеты я подготовил заранее в программе Coral Draw. Плутерную резку как обычно сделал в ближайшей фабрике бизнес печати. Вам столько трафаретов не нужно. Оставлю один вариант в формате А4. Можете скачать бесплатно. Первым делом раскроил весь лист, разложил по темам, короны отдельно, декоративные косички, бабочки и звездочки тоже отдельно. Перед тем как клеить трафарет сделаем выборку. Удалим лишние детали. Линии после плутера почти незаметны, но при ярком косом свете можно рассмотреть. Предварительно помойте руки с мылом. Я свой мыл, но жесть в некоторых банках нереально быстро окисляется и пачкает руки. На сложные узоры после выборки перед нанесением поверх клеят монтажную пленку. У нас узор простой, обойдемся без ее. Из одного трафарета можно сделать два отдельных узора. К примеру как с этой короны. Да, чтобы трафареты не отвалились в самый неподходящий момент банки нужно обезжирить растворителем. Старайтесь не касаться руками клейкой основы пленки. Очень сложно клеить виниловую пленку изнутри. Примитивная приблуда эту процедуру упрощает. Изнутри виниловая пленка должна закрывать без пропусков всю площадь на которую может попасть электролит. Вместо пленки я пытался использовать аэрозольную краску, но при травлении металла эта краска пропускала ток. Жесть травилась прямо под краской. Поэтому решил вернуться к старому и проверенному способу. Виниловые пленки все ни по чем и после травления легко снимается. Пленку хорошенько разгладьте. Важно удалить пузырьки воздуха. Просто прокалываем и разглаживаем. Чтобы не напрягать блок питания лишний металл обрежем по краю трафарета. С подготовкой закончил. Замешаем электролит. Соль добавляем в воду до тех пор пока она не перестанет растворяться. На 5 литров уходит где-то полтора килограмма соли. Чтобы соль активно разъедала металл нужно подать постоянный ток. Плюс крепим к изделию. Это будет анод. Минус крепим к катоду. В качестве катода использовал сетку. При желании можно менять диаметр. Расстояние между анодом и катодом делаем 2-4 сантиметра. Важная информация. Для равномерного сквозного травления анод по всему периметру должен находиться на одинаковом расстоянии по отношению к катоду. Катоды сетки сделал не случайно. Электролит при травлении греется и застаивается в одном месте. Благодаря сетке он будет циркулировать по всей емкости. Ставим банку. Одеваем рубашку. Подключаем питание. Имейте ввиду если спутаете полярность наклейки отвалятся, а электролит съест сетку. Еще раз напоминаю банка плюс сетка минус. Заливаем раствор. Благодаря сетке он будет циркулировать по всей емкости. Если температура раствора будет подниматься выше 35 градусов, для циркуляции можно использовать небольшой насос. Участки металла, которые должны травиться, погружаем в электролит на 5-10 миллиметров глубже рисунка. Убедимся, что банка стоит строго по центру. После чего включаем блок питания. Реакция пошла. При травлении металла большое значение имеет не напряжение, а сила тока. Оптимальная сила тока 5-6 ампер. При этой силе тока температура раствора не поднимается выше 25 градусов и не плавятся провода. При температуре выше 35 градусов наклейки могут отклеиться от металла. При травлении выделяется самый настоящий водород. Концентрация его небольшая, но запах очень неприятный. Поэтому лучше этим заниматься под вытяжкой или на открытом воздухе. Травление проходит активнее, если каждые 20 минут с рисунка смахивать оксид металла зубной щеткой любимой тещи. Это шутка. У тещи нет зубов. Это тоже шутка. На сквозное травление одного изделия уходит около часа. При травлении очень помогает амперметр. Чем меньше остается металла, который должен раствориться в соли, тем сильнее проседает сила тока. Вместо амперметра можно использовать иголку. Иголка пленку прокалывает. За кадром смою оксид в проточной воде и посмотрим на результат. Похоже, все отлично. Пленку начинаем снимать изнутри. Так, изнутри все хорошо. Хотя в одном месте одна бабочка не протравилась. Подровняю надфилем. В целом результат превзошел ожидание. Виниловая пленка не подвела. Маленькая баночка при той же силе тока травилась минут сорок. Я это к тому, что размер, а точнее площадь рисунка, значение при травлении металла имеет. В этот раз рисунок получился идеальным. Клей, который остается от пленки, легко смывается растворителем. Посмотрите, какие четкие и ровные линии. Края не острые. Если бы это сделал не сам, думал бы, что резали лазером. Результат мне нравится и заслуживает лайка. Из этих заготовок сделаю кемпинговые фонари на светодиодах. Предыдущие фонарики выглядят винтажно и здорово смотрятся при разном освещении. Эти будут еще круче. Еще раз пройдемся по важным нюансам. Чтобы сквозное травление получилось качественным, на металле не должно быть шероховатости и глубоких царапин. Перед нанесением трафарета поверхность обезжирить и не касаться руками клейкой основы пленки. Пленка должна прилегать к металлу плотно. Пузырьки удаляем. Температура раствора при травлении не должна подниматься выше 35 градусов. Расстояние между анодом и катодом при травлении должно быть одинаковым по всему периметру. Каждые 20 минут смахиваем с рисунка оксид металла. Не путаем полярность. К банке это анод подключаем плюс, к сетке подключаем минус. Не рекомендую использовать напряжение выше 24 вольт. Все. Соблюдая эти простые правила вы сможете сделать своими руками качественное сквозное травление металла. На тему сквозного травления будет еще одно видео, где сделаю садовые светильники с датчиками движения из автомобильных масляных фильтров. Посмотрим что интересного получится из металла толщиной более миллиметра. Нам же осталось провести розыгрыш мультиметром. Откроем видео, в котором проводился розыгрыш. Копируем ссылку. Открываем рандомайзер. Вставляем. В розыгрыше участвует 546 комментариев. Загружаем данные. Отсортируем по дате. Последним кто принял участие в розыгрыше был Скидо. Выбираем случайный комментарий. Просто так. Ну вот. У вас и появился свой мультиметр. Мои поздравления вам. Оставим ему на всякий случай сообщение. Свяжитесь со мной через мою группу в контакте или по почте. А говорим формальности и детали пересылки. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк для продвижения канала. Кто еще не подписан. Подпишитесь на мой канал.